Кто Шумит Кто Как ты Мой Бог Тот Кто Жизнь Всему Дает Надежда Всей Земли В твоей Огромнейшей Любви Великолепен ты И в вечности Славный Бог Чудный Бог Иисус Нет Подобного Тебе Господь Мой Иисус Иисус На закате дня Прославим мы тебя И Утром На Заре Мы Мы Споем Хвалу Тебе Великолепен ты И в вечности Славный Славный Чудный Бог Иисус Нет Подобного Тебе Господь Иисус 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 Орелая, аллея, аллея Орелая, аллея Jesus, 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 Jesus Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, Jésus, tu es tout pour nous Ты прекрасен, Jésus, tu es merveilleux Jésus Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Alléluia 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 Написано здесь Alléluia 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 о Духи, Севятом. Иисус говорит, «Кто верит в аминя?» Иисус говорит, «Юзуji, трехко ли у меня?» Иисус говорит, «как сказано в Писане, из чрева патекута». «Как он написал в Писане, из пухлевых, которые звук лирsch». Из пухлевых, которые звук лирschу лиршу, которые свят, Иисус говорит, что он говорил о Духи, потому что ученики еще не приняли История, здесь есть объяснение. Мы говорим о Симе, потому что Иисус был еще с ним. Потому что Иисус был еще с ним. И когда мы читаем Иоанна, чуть дальше. И когда мы читаем Иоанна, чуть дальше. Иоанна 16. Иоанна 16. Иоанна 16. Иоанна 16. Написано здесь. Это слова Иисуса Христа. Это слова Иисуса Христа. Но я истинно говорю вам. Истинно говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Дальше, 8 стих. И он пришедший облетит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я к отцу моему. И уже не уберите меня. О суде же, что князь мира этого осужден. Еще многое имею сказать вам. Но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорит будет. Не будет говорить что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит меня. Потому что от маево возьмёт. И возвестит вам. А-мен. 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 15-26, я прошу только что. Итак, Иисус говорит, что кто верит во Мне, из чрева того потекут реки воды живой. И там написано, что Он говорил о Духе Святом, который ученики в будущем должны были принимать. Почему в будущем? Потому что Он еще был с Ним. Потому что Он был с Ним. Потому что Он, Бог, был с Ним. В Ветхом Завете мы верим в Троицу. Мы видим Отец. Мы видим Сын. Мы видим Духа Святого. Три это одно. Это Троица. Но мы видим больше действия Отца в Ветхом Завете. И, как написано в Евреям, что когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына. И что Духа envoyал Сын. То есть пришло апридно время, когда правило время от Бога пришло. И он пришел. И он пришел. И он пришел. И он пришел. Бог послал Сын. Иисус был на земле. Он служил. Он действовал. Он исцелил. Он проповедовал. Он говорил, что это было. Он говорил, что это было. Что он говорил? Но однако же. Иисус был ограничен. Жизу был ограничен крамом в свое время. Они были ограничен именно крамом. И именно так же. Потому что евреям нужно было со всех мест приходить в храм. И именно так же. Чтобы видеть Иисуса Христа, люди должны были идти и увидеть Его наяву. То есть так, конкретно. Другими словами, Иисус, будучи Богом, написано, что Он себя ограничил плотью. То есть то, что в Него было, так или иначе, было лимитировано только именно Его местом нахождения. Иисус не мог бы в этой работе в трох местах. Иисус не мог бы в одном месте в других странах. И когда люди нахождения был в Галилею, они вели в Галилею. И когда он прочитал в одной иной ревне, они знали, что он летали. То есть, Бог, Он себя ограничил. Он был у меня нахождения Иисус не мог бы сделать доступным его слово для нас. Но он был ограничен. Я не говорю, что он был ограничен в том, что он не мог в силе, он не был ограничен в силе. Нет. Но именно движение в пространстве. Потому что он был из плоти и крови. 100% человек. И он говорит, кто верит во мне, из чрева того, потекут реки вали живой. То есть кто примет меня, кто верит до конца во мне, Дух Святой сойдет на него. И когда он будет говорить, когда он будет служить, когда он будет действовать, это уже будет паток, и дух, когда они вновь не находятся, эти паток, они просто будут изливаться теперь. Это паток, и дух, 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 и дух. Он дух истинный, он придет, он придет, но здесь написано, что утешитель, который я пошлю, Дух Святой придет, потому что Иисус отправит его. Утешитель, которого я пошлю к вам. Дух Святой назван Утешителем. И это то слово, которое по-гречески, это слово параклетос. Параклетос это то же самое слово, которое можно перевести как адвокат. Параклетос можно перевести как лучший друг, как наставник, как учитель, и Иисус говорит о Духе Святом, что он параклетос. Но также одно из определенных параклетос означает тот, который имеет те же самые свойства, что и я. Тот, который имеет те же самые свойства, те же самые свойства, те же самые, те же самые, только в отличие теперь. Если Иисус Христос будет ограничен плотью, то Дух Святой теперь не ограничен ничем. И если Иисус Христос, он может быть только в одном месте и в одном времени, то Дух Святой не позволяет нам, и Иисус Христос будет ограничен здесь, и в другом церкви, и в другом церкви, то же самое время, мы здесь, то же самое время в другом церкви, то же Бог там. Люди же не бегают туда-сюда, туда-сюда, потому что только там есть Бог. Дух Святой. Он утешитель. Он параклетос. Он тот, который имеет те же самые свойства, что Иисус Христос. Теперь Он живет в тебе и во мне. Амин. Он в тебе. Иисус говорит, я пойду, но я пошлю его к вам. Я вас не оставляю сиротами. Почему это так важно? Почему это так важно? Потому что во времена Христа, ученики, когда они услышали, что Иисус Христос уйдет, вы знаете, мы с вами читаем просто, «Воскресенье Лазара». Хорошо, но все же. Ну, воскресенье, воскресенье. Ну, хорошо. У этой женщины там сын умер, и шли хоронить, и он прикоснулся и встал. Неплохо встал. Послушайте внимательно. Это люди, которые жили за Крестом каждый день. И Библия говорит нам, что если бы все, что делал Иисус Христос, могли написать в них в квартиру, то количество же, на бумаге. Он говорит, что все, что Иисус его tenía, если надо было испralнить, что в квартире не было достаточно. То есть, люди смогли увидеть Иисус в 12 лет, чтобы найти в них в квартире. Поэтому, они увидели это так, что их творят. Они увидели, они увидели, как хлеб умножается. Они увидели, как хлеб может быть. Они увидели, как он поваживает. И теперь, он говорит им, Он говорит, я ухожу. Конечно, печально становится. А теперь, а мы куда? А мы, куда мы? Пока ты был здесь, мы гордились. Мы ходили так. Это наш учитель. Мы оставили все. Последили за тобой. А теперь ты уходишь, а теперь мы что? Он говорит, нет, я не оставляю вас сиротами. Как я о вас заботиться, когда был здесь? Точно так же придет тот, который имеет те же самые свойства, что и я, и он будет с вами продолжать. Он Дух Истины. Он Дух Истины. Он наставит вас на всякую истину. Он не от себя говорит будет. Он не говорит, что услышит. Он говорит, что услышит. Смотрите, написано. Он Дух Истины. Он наставит вас. И Дух, что ты, это наставник. Дух, что ты, это наставник. И написано, что мы имеем Духа Святого. И мы имеем нашим, что мы не узнаем, что мы не хотим. Мы не говорим о себе. Он не говорит, что мы не нужны пастыры. Мы не говорим о себе. Мы говорим о себе. Внутри тебя есть уже Дух Святой, и ты, как христианин, можешь уже понимать, что правило, что неправило. Это значит, что в интернете, в Испании, как христиан, ты можешь понять, что это хорошо и неправило. Ты мне нужно подойти ко мне, что это правило, это неправило. Если мы искренне ходим перед Богом, то многие вещи мы сразу понимаем, что это неправило. Поэтому написано, что вы не имеете нужное, что кто учил вас. Подсказать эти вещи, потому что тот же самый Дух Святой, который в вас, Он вам уже укажет. Он поднимет внутри себя, что это неправильно. Это правило. Здесь не нужно делать. Конечно, если мы заглушаем этот голос, конечно, мы не услышим ничего. Но если мы услышим пристально, Он будет говорить нам. И написано здесь, что Он наставит вас на всякую истину. Дух Святой тебе, как греку, никогда не приведет. Дух Святой меня, как греку, не приведет. Нет. 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 Он наставит тебя и меня на истину. Но чтобы тебя и меня наставить на истину, ты должен знать истину. Ты должен знать истину. Чтобы на основании этой истины, которую ты знаешь, я мог тебя наставлять. Амин. Тебе и мне нужно знать истину. Ты должны влюбить истину. Ты должен влюбить Слово. Ты должен влюбить Слово. Именно Слово Божие есть истина. Этоそして истина. И это истина. Он наставит вас на истину. На всякую истину. Потому что есть разные сферы жизни. Есть всякие сферы жизни. И в каждой сфере есть истина. И Дух Святой нет такой сферы, где Дух Святой не мог бы тебе помочь и мне помочь. Такой нет. Дух Святой, Он может, Он имеет способность наставлять. И Дух Святой, все, что Он может делать через тебя, в тебя, это для того, чтобы прославить Иисус. И это для того, чтобы прославить Иисус. Амин. Он прославит меня. Он прославит меня. Поэтому тебе и мне, нам нужно постараться дружить с Духом Святым. Мы должны стараться. Чтобы Дух Святой, когда мы говорим в 15-26, когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. И рендер темунинг и вы будете свидетельствовать. И вы тоже, вы рендер темунинг. Знаете, твои свидетельства, и мой свидетельствовать, и мне силу. Когда мы приняли свидетельство от Духа Святого об Иисусе Христе, мы получили это свидетельство внутри нас. Печат, мы убеждены. То есть, нас не потому, что ты там уговорил, рассказал. Просто Дух Святой засвидетельствовал об Иисусе внутри нас. И мы уже можем пойти со своим свидетельствам. Она будет непоколебима. И не будет никогда. Никто тебя не смеет с пути. Никто не смеет с пути. Никто не смеет с пути. Потому что внутри тебя. Потому что внутри тебя. Убий Сусе, не потому что ты прочитал ночь. Не потому что пастор рассказал об этом. Потому что Дух Святой убедил тебя. И он рассказал тебе своим путем об Иисусе Христе. И ты понял. И когда ты стоишь перед выбором, грешит или не грешит. И ты таким путем или ты таким путем. Ты понимаешь, внутри тебя свидетельство говорит. Ты готов, готова меня променять на это. Ты готова меня променять на это. Когда ты не имеешь нужды, чтобы кто учил тебя. Потому что Дух Святой, который есть, он тебе дал свидетельство. И он тебе есть, это Дух Святой. И тебе не надо в три ночи позвонить лидеру телефонить на это будет грешит или не грешит. Он тебе не будет грешит. Это будет грешит или не грешит. И если я так сделаю. И если я не делаю. Потому что Дух Святой он тебе сразу даст понять. Ты поймешь правил. Но точно как Иисус Христос. Дух Святой он джентльмен. Он не заставляет. Он не заставляет. Иисус не кого за собой не заставляет идти за ним. Это всегда было. Иисус сказал. У unity об этом. Суувите меня. Дух Святой я ему, а вы следите за мной. Я собираю следите за мной. Он не заставляет. И не говорит. Он обрабатывал. Он потом следите за мной. И может Newsoni не знаю мой голос. И они идут за мной. И они идут за мной. Как пастук в Израиле. И как бергер. Бергер. Он идиот, и офис. Он играет свою музыку. Они знают как он играет. И они знают его голос. Они знают его голос. И только в Израиле. Даже на шикаряк. Казахстан говорит, «Эй, где? Сюда!» Иногда руководитель говорит, «Эй, вы где?» Когда мы в деревне проповедуем, мы выходим в деревне. Мы выходим в деревне. Там искать долго не надо. Мы приехали, у нас был комбик. Комбик, это как колонн, который мы видели вчера. Мы только большие. Мы приехали в деревне, это был клуб. Это клуб обычно один. Вы знаете, в деревне, у нас есть клуб. У нас есть клуб. У нас есть клуб. И мы включались прямо возле. И музыка. И все знают в деревне. Если музыка, только из клуба. И все знают в деревне, что если есть музыка, то есть клуба. И там люди говорят, «Эй, вы смотрите, зовут своих там. Эй, даже имена там. Заведут сюда, идем!» И идут. И они идут. И они идут за ними. И они знают за ними. Почему? Потому что они знают голос. Поэтому поищи, чтобы иметь общение с Духом Святым. Поищи общение с Ним. Иисус сказал. Он уже послал. И мы видим День апостолов. И мы видим в Экзеле что Льв, Стихо, Он уже здесь среди нас. И Он в церкви. Он действует. И он в акции. Аминь. Церковь есть церковь, потому что есть Дух Святый в нем. Если нет Духа Святого, если ты просто собрал, для хороших вещей. Если нет Духа Святого, если люди не собрались для хороших вещей. Состояние, там, или инкласси, или Zion, или иммиграции, или я не знаю. И это Дух Святой. Аминь? Поэтому ты можешь меня не любить. Вы знаете, почему я говорю так? Я уверен. Если ты любишь Духа Света, там тебе скажут, что любишь Духа Света, аминь. Он скажет тебе, не только терпи пастера, люби пастера. Аминь. Поэтому мне удобнее. Потому что это хорошо для вас, чтобы высказать, чтобы высказать. Амин! Потому что я тебе скажу, почему ты, твоя сестра, не здоровая? Почему ты не говоришь с этим братом? Потому что ты имеешь право. что вы не послушаете. Ты имеешь право. Когда Дух Святой тебя обличает внутри. Или указывает тебе это вещи. Ты можешь ничего делать. Это твое право. Дух Святой говорит. Он не бьет. Он говорит. Он говорит. Он говорит вам. 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 И это всегда мы и мы. Это всегда мы. Вот почему Эм. Решать эту communication с Иисусом. При. Дух Святой говорит. Веди меня. Я принял крещение. Я обновил свои завет. Я принадлежу тебе. Я принадлежу тебе. Я дал обет. Я дал обещание. Я дал обещание. Буду стараться. Я буду стараться. Господи. Этот грех передо мной стоит. Что делать? И Духстой говорит тебе, неужели ты не знаешь, что делать? Духстой, убери этот грех. И ответ тебе очень простой. А как ты хочешь возрастать? Ты убери этот грех. Я помогу тебе. Я помогу твоим действиям. Я помогу тебе. Я убери этот грех. Я помогу тебе. Но ты делай это. Но ты делай это. Аминь. Аминь. Духстой. Львы, убери этот грех. Папа, он мне говорит слишком. Ты не так, ты не так. Я делаю это, это не так. Я делаю это, это не так. Нет у тебя какой-то такой возраст. Какой-то такой сверхъестественной. Чтобы там как-то не знаю. Как-то открыть его сердце. Чтобы он меня понимал. Ты не можешь. Ты не можешь. Или сказать μου. Ты не можешь лучше. Или львы, мCE. Или моя мама. Львы, что ты говоришь. Все очень просто. Все просто. Все просто. Аминь. Аминь. Я этого не терплю. Это терплю. Это люблю. Это недолюблю, но недолюбливаю. Я люблю, но не недолюбливаю. Дух ты говорит. Просто твои крылья, только я их вижу. Твои крылья, только я их вижу. Аминь. Только я вижу твои крылья. Только я вижу твои крылья. Поэтому, дорогие братья и сестры, тебе и мне нужен Дух Святой. Тебе и мне нужен Дух Святой. Нам нужен параклитус. Но я скажу одно. Я скажу одно. Точно так же. Как и во времена Иисуса Христа. Коу-тенуису Христу. У Иисуса Буила много учеников. Мы возьмем в рамках 12. Точно так же. Как при Иисусе. Как и в его команде. когда он служил им, они видели с каждым день, Иуда остался Иудой. Точно так же в наши дни. При Духе Святом мы можем остаться в своей греховной жизни, как мы хотим. Мы можем остаться в наших грехах как мы хотим. Неужели Иисус не мог поменять Иуда? Не мог бы не верить, что он не мог. Иуда не мог. Он мог не поменять, но он был в дни. Нет. Тот факт. В результате, что Иуда всегда был рядом, это был его счастье. В результате, что Иуда всегда был рядом, это был его счастье. Иуда остался Иудой в команде Иисуса Христа. О чем это говорит нам? Не потому, что человек находится в церкви, что он живет в христианской жизни. Мы далеко не Иисус Христос. Но Иуда смог выдержать и там оставался. Дух Святой пришел. Точно так же, он с нами. Но если я буду упорствовать, в своих грехах, в своей жизни, какие-то вещи такого рода, то Дух Святой будет время, когда он огорчится. Не огорчайте Святого Духа. Амин. Поэтому это важно, чтобы мы понимали это. На каждой день в церкви не спасает. Спасает именно ту жизнь, в которой мы живем, в соответствии со Словом Божьим. Возненавид грех. Возлюби правду. Возлюби правду. Ты должен aimer la vérité. Возлюби правду. Возлюби правду. Возлюби все, что тебе к правде приводит. И вознидавид все, что тебе к греху приводит. Возлюби правду. Возлюби правду. Возлюби правду. Возлюби правду. Правду, которую ты чуешь твоей правдой. Это не правда, что ты думаешь, что это в Слове Божье. Она четко, она ясна. Она четкая. Если захочешь читать эту правду, ты поймешь, о чем речь идет. Если захочешь понять, ты можешь только прикинуться, а не понять, о чем речь идет. Если ты хочешь слушать меня, ты можешь понять и понять, что ты говоришь. Ты можешь делать собрание, чтобы понять, что ты не понимаешь. Но когда мы хотим, мы будем понимать права. И Бог говорит нам через праву. И Бог говорит нам через праву. Давайте учу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Жуда avait beaucoup de champs dans la vie. Чтобы поменять. Pour changer. Ты скажешь, даже я грешу, но все равно, когда я молюсь, я переживаю Бога, ты говоришь, что происходит. Ты говоришь. Когда я пей, когда я прихожу, я вижу, когда я прихожу, я слышу, я слышу, я слышу, что я слышу. Жуда осталось, что я слышу. Даже когда Иисус отправил по двой. Жуда и демори, Жуда, и он тоже творил чудеса, возвращался. Некоторые чудеса не потому, что ты такой святой, ты такой святой. Д'autres miracles, это не потому, что ты сей, а я сей. Потому что Бог хочет этому человеку помочь. И ты приходишь как инструмент Бога. И Бог желая помочь этому человеку, так как он, ты и там, он через тебя, делай то, что он делай. И он желая иметь эту и ты используя для этого. Я не должен думать, ты, пир. Я не должен думать, потому что он ажи у меня все правило. Потому что я все как он должен оправдать, что ты не понимаешь, что это не правило. Это не правило. Наверное, можно. Это не И он хочет помочь тому человеку другому. И он через себя уже делает. Но его цель, это будет тот человек помочь. Поэтому не оправдывай. Свою, какие-то ситуации, какие-то вещи, которые ты удерживаешь, тем, что я вижу, что я хожу с Богом, Бог через меня действует. Просто Бог, он имеет много любви. И много любви. И много любви. Он имеет много грязи. Окей, что я вижу. Наоборот, это должен нас страшить. Если мы живем, мы правим, мы будем прекрасно знаем. И Бог через нас действует. Это должен нас страшить. И если мы живем в таком случае, что не нужно, и что Господь работает в нас, мы должны знать, чтобы мы не будем говорить о Боге. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Возвеличиваем Твое имя. Возвеличиваем Тебя, драгоценный Бог. Ты Бог, и Ты прекрасен. Господи, спасибо за Твое слово. Спасибо за это собрание. Господь, я благодарю за каждого человека, который здесь сейчас. Я молюсь, особенно, Боже, за те, которые приняли водное крещение. Господи Боже, на самом деле, помоги каждому из них идти Твоим путем. Помоги каждому из них, Боже, навести порядок в своей жизни. Научи каждому иметь силу говорить греху нет. дай 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 каждому иметь это дерзновение сказать противостат греху и сказать греху нет. Дай помоги им жить жизнь освящения жизнь чистоты и святости. Спасибо тебе, Господь. Благословляю Твою церковь. Благословляю Твой народ. Благословляю каждому из нас, каждому, каждому, каждому. Господь, нам нужна просто Твоя милость. В какой-то сфере нашей жизни Божьей нам нужна Твоя милость. И мы призываем кровь Христа. Мы призываем кровь Иисуса. Прямо сейчас в нашей жизни. Прямо сейчас в тех областях Божьей. Где Господь Божий? Мы понимаем, что мы неправы. в тех областях Божьей, где мы не можем решиться сказать греху нет. В тех местах, где Божьей, мы понимаем, что мы в поражениях. Мы призываем Тебя, Дух Святой. Мы призываем кровь Христа, чтобы мы могли обновиться. Мы раскаиваемся в этом. Мы каемся во всем этом. И мы просим Тебя, Господь. укрепляй нас. Дай нам силу для победы. Для победы над грехом. Для победы над грехом, Господь. Дай нам силу быть освященными для тех людей, которые с 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 это не просто это не возможно это не возможно это возможно с Богом мы не сможем мы с Богом сможем мы сможем Слава Богу свой путь мне яви и пусть истины свет ведет меня Бог он и так об этом сна чтобы мы уверены